добрый вечер дорогие друзья с вами снова аланзар как видите у нас сегодня небольшая гостья это анечка моя дочка ей три годика и она обожает со мной сидеть на прохождениях вот этих вот корабликов как она говорит сегодня весь день я теребила теребила просить просила чтобы я и включил кораблики так вот и до этого я вам обещал что мы будем делать небольшое прохождение по игре британик хранитель средиземноморья постараемся сегодня провести небольшой тур по интерьерам лайнера я в настройках немножко пошарился оказалось что эта игра гораздо более жрущая в техническом плане нежели титаник чести слова так что начнем посмотрим чем мы здесь можем поживиться как видите rms и hms я точно не знаю аббревиатуру как они звучат но rms это означает почтовое судно то есть если бы британик состоял на линии салфьем то нью-йорк у него бы аббревиатура была такая так что начнем с главной лестнице британика дома я сладко так все сидим и ровно и слушаем внимательно да все молодец ты же хотел кораблик пройти да но все но все поехали 29 августа пятнадцатого года был фас ирландия то здесь лайнер я так понимаю находился еще опа немножко прогружается ну я надеюсь это улучшится я буду аккуратно проходить чтобы сильно не перегружать текстурки получается лайнер здесь находился этот период на достройке то есть это еще не период первой мировой войны я так понимаю то есть еще до лайнер находился на достройке как видите отличительной чертой британик от своих старших братьев это вот наличие вот этого сине-зеленого пола так скажем ну я бедную конечно еще это не единственная сама отличительная черта как вы заметили наверху у нас есть самое яркое отличие это наличие вот этого вот гигантского органа это что-то невообразимое было в тот период времени то есть по моему британик это был единственный лайнер на котором стоял вот это вот такой вот мощный орган даже в позже в позднее время уже после кибели британика мне кажется ни на одном лайнере не было органа вот это кстати говоря какой-то как это говорится офис казначей так скажем если вы помните на титанике он находился немного не с этой стороны войны . осторожники здесь микрофончик находился не с этой стороны находился мне кажется или вот на этой палубе по находился но находился по так скажу сбоку короче говоря если не ошибаюсь с той стороны или с этой здесь находится прямо напротив лифтов между прочим если вспомните прохождение титаника там нельзя зайти ну . здесь хотя бы можно зайти вот сюда ну здесь вроде телефончик можно было созваниваться если на то требовалось опа куда-то зашли да зашли мы куда-то да здесь мы что-то видим да это насколько помню здесь не так уж много помещений которую можно сразу глянуть но по крайней мере здесь можно ясно увидеть вот пожалуйста компенсационный шов есть не ошибаюсь видишь блестящая вот эта дорожка это компенсационный шоу дорогая моя на будущее чтоб ты знал так ну это лифт лифты прямо видно так ну здесь у нас все забито стульями утварью и так далее так далее то есть что такое спать охота уже но получается лайнер еще находится в ремонте так что пока тут все забито я не понял здесь тоже есть офис казначей сколько это у нас на британике несколько так опа тут открыточки увидите получается здесь океаник до кораблик да еще кто-то ну и олимпик само собой да моя сладкая вы здесь получается писали письма если не ошибаюсь и отсылали возможно между прочим я люблю орган сразу как слушаю вспоминаю баха и органа себастьяна баха его великую музыку он же в основном писал для органа такую церковную музыку конечно немножко тормозит но я надеюсь это ненадолго так сюда вы сможете против точно у нас есть доступ здесь так давайте-ка пройдем туде-туде пойдем смотрите какой блестящий пол даже не плитка с ощущение как будто эпоксидовым клеем или их не знаю чем залили ох красивая картинка смотрите получается британик находится в белфасте на на достройке скорее всего стоит или в доке томсона или у берега тут немножко непонятно соотношение нет не в доке вот видите док томсона он сбоку стоит залитый водой значиму достроечной стенки скорее всего так пошли обратно так вот отсюда тоже у нас есть ракурс немножко другой красиво здесь получается спустя три года уже после гибели титаника конечно были свои изменения в стройке этого лайнера были получается ну самые основные были изменения в плане безопасности конечно шлюпки конечно увеличили в количестве они . нормально садись вот так получается шлюпки увеличили соответственно увеличили высоту водонепроницаемых переборок если на титанике они доходили там до полубы е до полубы эрджи да там некоторые корме то здесь они доходили чуть ли не до полубы б точно не помню какой но тем не менее а между прочим я же прошлое прохождение говорю что еще двойной борт сделали да если на титанике его не было здесь он был но к сожалению история внесла свои коррективы виде мины на который наскочил лайнер немцы конечно не специально я думаю пытались затопить потому что это все таки военный госпиталь был но по иронии судьбы о смотри сейчас мы куда попадем ой какая красота а ну-ка ну-ка дай-ка назад пройдем все понятно что здесь у нас а здесь о здесь я кое-что понравится смотри-ка это кто такой слоник молодец а это кто у нас лошадка да а тут кто у нас маленькая девочка сланью олененком это не знаю это вроде детская если не ошибаюсь да вот и что мишка мишка слышите музыкальный инструмент духовой это дудук народный наш армянский инструмент хотя он довольно серьезно распространен на ближнем востоке о куклы смотри какая красавица куколка довольно хорошо распространен на ближнем востоке в азербайджане его называть балабан турции называют ней или я ошибаюсь или возможно мы еще называется там несколько разновидностей получаются они различают своих чистотой звучание резкостью глубиной есть басовые варианты но вот этот звучащий сейчас это чисто армянский вариант так тут что-то у нас написано ну тут шкафчик да а это что такое не знаю может это тоже для игр специально сделано это своего рода детская по-моему что-то подобное на титанике на олимпике не было возможно я ошибаюсь так но здесь мы уже проходили да здесь вроде бы мы все посмотрели но посмотрите какая грандиозная изысканность какая красота да анюта это кто-то вот это кто ты знаешь кто это ангелок ну здесь часы выглядят точно так же они идентичны как и на олимпике титаники ну и купол само собой как вы видите здесь и в отличие от демо версии титаника видна вот эта решетка так скажем ну защита купола которая снаружи прямо видны вот эти прорези для света солнечного но посмотрите какая резьба красота красиво да смотри ангелочки сидят вот такого конечно не на титанике и на олимпике нигде не было конечно по сути дела британик не совсем можно назвать лайнером близнецом олимпика титаника те еще более-менее на друг друга были похожи а титаник это ой британик был уже своего рода революционным судно по сравнению с ними то есть там было все улучшено все он должен был быть я не знаю на передовой гораздо круче нежели лайнеры император ши немецкой компании хопах и аквитании кюнарт-лайн и то есть он должен был такую конкуренцию составить что вам не дали но к сожалению немцы постарались мы конечно после гибели британика компании white star line пришел крах но все здесь мы уже посмотрели моя доченька давай-ка сейчас пройдем на другую локацию так выходим в меню до моя родная так давай дальше пойдем так на полу буде там скорее всего в каюту какую-нибудь попадем до моя моя сладенькая вот тот же день тоже в белфасте сейчас опять моя любимая музыка начнется о мы попали в каюту ну конечно это все выглядело так если бы британик было полноценным океанским лайнером у это что такое умывальник а это ванна да горшок до моя родная это горшок так давайте пойдем к здесь посмотрим что вы тоже видите ли не меня имели не менее изысканно не менее уюта то есть все прекрасно ну там бфа со своими доками вот отсюда видно сам этот сухой док томсона умывальнички а это я так понимаю прогулочная палуба частная но она какая-то миниатюрная если я не ошибаюсь возможно не частная прогулочная заметили здесь картинку уже более-менее стабильная все такое не тем неудобно нормально садись до удобства если устанешь скажи я тебя отпущу родная хорошо кима и сотки а это получается воля рыкать котлы для разогрева воды если не ошибаюсь вот котел что моя родная ты пошла ты все уже устала она беги если захочешь обратно скажи так да корабликов много не бывает так уже отсюда вы заходили но здесь все вроде бы да мы посмотрели это пишущий столик отсюда мы не зайдем но вроде бы все но такая каюта элитная то есть не гигантская но роскошная с все что необходимо здесь есть мы наверное ценник тоже по-божески планика здесь мы уже посмотрели все пошли дальше по-моему здесь мы можем еще палубе походи да так поехали дальше кстати говоря я думаю уже может неделька еще осталось до окончательной версии альфа версии титаника чести славы между прочим я установил себе все 32 гигабайт оперативки и перепрошел опять четвертую демо версию вот последнее обновление до титаника чести славы и скажу вам что гораздо более стабильнее идет история гораздо более стабильная картинка что касается вот этих световых бликов да из-за которых возникают баги мне программе сказал что это чисто недоработка ребят программе ну разработчиков данной игры так что здесь как бы нету нашей вины здесь уже разработчики должны сами немножко постараться все стабилизировать ну тоже такая миниатюрная каюточка довольно уютная была бы да вот здесь вроде бы все умывальники идентичны как и на титанике практически да так ну вроде бы все так что написано у нас так просто а чтобы это чисто убрать да мои печенюшки какие ароматные кофе и все дела все понятненько ладненько давайте теперь пройдем дальше посмотрим что у нас есть это чисто игра тур симулятор ходьбы по британику вот и все ничего существенного так дальше по турецкие бани сейчас возможный бассейн тоже здесь есть я точно не помню но по моему бассейн тоже должен быть не заполнены хотя кто знает они заполнены да 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 и заметьте какая здесь вода и какая вода была в 4 дымоверси дань честь и слава то есть она разится по качеству так скажем о но здесь по крайней мере можно утонуть и не захлебнуться ой посмотрите-ка что с люстрами вроде как будто не знаю вот эти крышки они отдельно плывут от потолка или не знаю как назвать здесь сейчас уже нормально так куда водичка бежит где-то душевая работает здесь получается то же самое ведь есть такие же душевые мне кажется даже на британике бассейн был гораздо более изысканно сделан посмотрите на мраморной стенке и все такое гораздо более продуманно гораздо более эволюционно революционно как сказать так о это что такое сюда подняться можем нет нет не можем зачем тогда этот раб сделаны а ну смотрите пожалуйста здесь мы могли бы попасть с вами в турецкую баню отсюда вода здесь получается стенка закрыта водонепроницаемой дверью думаю отсюда мы попадем нет не попадем вот здесь дверь получается в турецкие бани вот туркиш бац но отсюда мы не попадем все тут закрыто то есть мы здесь можно посмотреть чисто на бассейн вот такая вот экскурсия ну ладненько ребятушки пойдем дальше посмотрим что у нас есть еще более 1 номер 6 вот сейчас будет на что посмотреть между прочим если вы помните последнее прохождение я делал до этого же обзор 3 демо версии титаник честь и слава да мы были с вами в котельной номер шесть это та же самая котельная только уже на британике а если вы помните кстати говоря в 3 демо версии был вот такой же вот баллон где остаточный пар выходил на судовые гудки и вон там виднеется более-менее первая труба так пошли с вами вниз вот здесь дверь получается которая выходит на скотлин труд как пошли вниз с вами обожаю я вот когда слушай вот тут у меня сразу же не знаю ну понимаете вот как помню алексей чумаков рассказывал он же наполовину армении наполовину болгарин хоть и почти что проруссевший артист да те мнения он расскажет что когда слышишь вот это ой ты степши рука я да вот слышишь что ты смотришь там ребята русские они вот по грустно печально да на него никак не действует а потом как играет дудук и все носов крови это же понимаете генетика несколько n их поколений веков назад я не знаю то есть понимаете в это культура она тоже передается через поколения через хромосомы через что угодно так мы с вами полерная номер 6 но здесь получается у нас есть полноценная возможность пройтись по всем котлам о смотрите мы еще куда может пройти я сюда между впрочем даже не хотел да 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 совершенно верно да вот кстати говоря здесь об этом и написано вот кстати говоря вот яркий пример хотя я хотел бы показать вам вот с той стороны потому что здесь более далконично учитывая где мы прошлом прошлом прохождении стояли в прошлом прохождении как вы видите вот эта белая пластина она единственная была которым стояла до остальных не было потому что там не было задумано двойного борта так вот на британике был выстроен еще двойной борт чтобы катастрофа вроде катастрофы титаника не вызвала катастрофу ну такое экстренно быстрое затопление к сожалению взрыв мины то есть это такая штука понимаете это гораздо серьезнее чем столкновение с айсбергом так что никакие переборки ничего не смогло спасти между прочим если вы знаете одно из один из основных факторов почему лайнер быстро затонул прямо очень фатально начал набирать воду так это потому что все водонепроницаемые двери остались открытыми возможно в связи с тем что был очень мощный взрыв который разрубил все электрические связи на с мостиком соответственно когда дали сигнал с мостика закрыть водонепроницаемые двери здесь они не смогли закрыться да и помещение начало так быстро набирать воду что мало ли кто бы сейчас там занимался бы спуском вот этих водонепроницаемые двери надо было спасать свою шкуру и соответственно корабль очень быстро начал набирать воду а вы представьте когда помещение размером вот такую вот котельную очень быстро набирает воду это пипец то есть ребятам с британика тем которые были на нем крайне повезло то что за 50 минут они смогли с музея все шлюпки это просто какое-то везение хотя понятное дело там 30 человек погибло но там уже оказия товарищей на мостике потому что вовремя не выключили двигатели да не вырубили соответственно под винт попала одна шлюпка и погибло там 30 человек вот такие вот порошки невкусные ребятушки но здесь как будто окунь гораздо более натуралистичным видит хотя нет ну тут как бы прям аж вот этот дым выходит до из как из печек но по-моему последний дымоверсии там еще и искры летели это прибавляло атмосферности здесь все идентично было абсолютно идентично как и на титанике и к сожалению вот эта история вот с этими бункерами никак не изменилась то есть по сути дела история с титаниками должна была чему-то научить но они оставили вот эти ну такие второсортные двери до от угольных бункеров таким какими они были удобно да но не безопасно в любом случае одно это получается тоннель я не помню куда он ведет по-моему сейчас сказать не помню возможно к ночлежкам где спали кочегары могу ошибаться я вот читал не знаю вы читали книгу голубая лента атлантики да сколько было кочегаров на олимпике титаники там на других лайнерах на олимпике титаника было там 220 что ли вот максимум 224 это вот сколько могло бы быть кочегаров на лузитане и мадритане которые были гончими в тот период времени до который выжимали там 26 узлов на них было 320 с лишним там кочегаров то есть жрали эти кораблики довольно жутко много и кочегаров нужно было соответствующим много я представляю эти кораблики то они гораздо были меньше размером да и представляете какая давка была внизу столько народу лайнер гнать со всей дури что есть мочи на квитане по моему было тоже очень много кочегаров хотя она выжимала тоже там 24 25 узлов ну немного относительно ну а что касается титаника никто и не сейчас и не скажет сколько макс какой максимум мог бы выжимать титаник потому что не было возможности корабль корабль слишком быстро зато возможно он и выжимал бы те названные 25 узлов которые написаны в википедии или где-то еще но этому нет оказательства к сожалению ну что ж пойдем дальше наверно да да моя родная так выходим в меню так ну поехали дальше так более верно и мы побыли здесь получается у нас возможность пройти по палубе днем я думаю сегодня мы пройдем именно версию рмс а в следующий раз уже будем ходить по лайнеру в варианте военного госпиталя так ох сразу мы встаем перед трубой второй трубой да вот посмотрите уже в британике была целая возможность пройтись по всем палубам почему на титанике не могли бы уже открыть я не понимаю посмотрите чем вода хуже здесь тоже вода довольно хорошо выглядит как ну как по мне я не знаю четвертой демо версии титаника какая-то она сильно перри перепели украшенной мне кажется из-за воды непосредственно и демка и ключи периодически но это компенсационный шов как можете видеть так у нас тут что то есть а мы спустите получается вниз на полу так дайте пройдем посмотрим здесь что есть но днем здесь не особо интересно ходить вот ночь это что-то невообразимое что-то сверх меры ребята очень хорошо поработали над небом атмосферу определенную подает но как вы видите смотрите сколько здесь новых шлюк балок то есть это было нововведение не на одном блайнеры не до не после не было вот таких вот гигантских шлюк балок который похоже на строительные краны они могли выносить довольно тяжелую нагрузку на себе то есть можно было мне кажется даже две шлюки за раз спустить на воду с такими шлюбалками и смотрите сколько шлюбалок на полу баки сзади да вот так вот и здесь смотрите сколько этих шлюпок сразу видно и понятно что даже будучи просто стандартным гражданским океанским лайнером британик бы все равно был бы ограничен так пространстве для пассажиров на титанике его было конечно многовато но и здесь конечно в дворе в дворе да бы не смогли бы выстроить так скажем шлюпки так что ну здесь конечно нагромождение да и в принципе когда нас мы смотришь на британик издалека ощущение кого это не гормоны не гармоничности но лучше безопасность чем эта тряплятая эстетика снаружи понятное дело это важно но в данной ситуации не столь важно по крайней мере на деле все это было очень очень эффективно посмотрите какие гигантские но при это высотой метров 10 будет наверно да это я понимаю герокомпас если не ошибаюсь ну тоже компас возможно герокомпас подобные компасы по моему впервые появились на лайнерах класса император так ну вот здесь на мостике с вами принципе от мостика на титанике и олимпике здесь особо разницы никакой здесь мы можем видеть плане же срезе так здесь вроде бы все посмотрели да но это нос но посмотрите как выглядит нос детализировано четко ясно никаких багов не сбоку не спереди не сзади но по сути полноценная игра хотя прогресс извините все таки на титанике но на дымке титаника должен гораздо передовым быть учитывая что британик вышел на пару лет раньше да и трубы посмотрите как они выглядят гораздо проделание прямо каждый штришок каждая заклепка здесь видно то есть британик все-таки более добитая игра нежели демо версия титаника но я надеюсь это вскоре в скором времени уже ликвидирует эту проблему я очень надеюсь что последнем обновлении ребята сделают все возможное для того чтобы не было больше никаких запалов глюков вот этих белых бликов потому что это первая причина почему дому версия тормозит именно с дневным прохождением нужно ребятам поработать с ночным таких проблем нету потому что нет столько света а там вот этот свет бликует днем да когда ходишь по палубам и это вызывает крайне дискомфортное прохождение так что так вот ребятушки так ну что ж пройдем наверное уже дальше посмотрим как выглядит британик ночью так ночью будет гораздо более изысканнее 15 мая 19 года то есть можно посчитать что уже четыре года лайнер находится на линии south yampton нью-йорк какая красота что-то невообразимое вообще ребята здесь с небом очень хорошо поработали только не знаю что-то с северным сиянием немножко перестарались вроде это не северный ледовитый океан даже не северная атлантика на средиземноморье и конечно средиземноморье средиземноморье не бывал может вы были на курортах катались не знаю видели вы хоть разок северное сияние или это просто довольно сильные магнитные бури на солнце в результате чего здесь северное сияние возникло конечно ночью лайнер выглядит гораздо более живым как будто и вот этот свет от иллюминаторов и в принципе все тона лайнера прямо свет такой теплый нежный греет как как еще сказать я не знаю вот здесь ходишь так очень как будто на другой планете находишься это вообще что-то уникальное и музыка фоновая то есть это в принципе все сделано для того чтобы было ощущение как будто это не просто какой-то кораблик да на котором можно пересечь океан а это какой-то живой организм знаю по моему нет было ни одной никакой гармоничности скажем ни на одном лайнере как это было на лайнер класса олимпик да но какой-то эстетики внешней столько втянутой туда романтики не знаю может это все-таки временем отыгранная история потому что ну катастрофа все дела это все играл их сыграл свою непосредственную роль но тем не менее чем больше копаешься во всей этой истории с лайнерами начинаешь больше вникать в то что и непосредственно когда лайнер класса олимпик они самые гармоничные самые слова даже подобрать трудно тут кстати есть возможность пройтись по соседним палубам но это получается палуба а здесь вот этот застекленный променад вот так можно пройтись до самого конца если не ошибаюсь так можно даже выйти на пол баг на карме ведешь и делаешь сразу вспоминается история евы хард на которой было восемь или десять лет по моему когда она пересекала океан с родителями вместе и она рассказывала что ходишь ходишь к этому кораблю нет конца нельзя увидеть вообще конец когда с одной с одного конца смотришь на другой оно таки есть оно таки было вот мы спустились вниз да в самом деле мы можем пройтись прямо до самого до того конечно полу бак здесь был прикрыт вот этим щитком но это специально для того чтобы можно было разместить вот эти все шлюпки на титанике понятное дело такого не было по сюда мы не можем спуститься питьевой фонтанчик по-моему я раньше я проходил эту дымку раньше но я сюда не спускался ни разу никогда не знаю что те ждет что нового ты сможешь здесь увидеть лайнер то огромный насколько помню британик было тяжелее идти ну титаник даже на 2000 тонн если не ошибаюсь до 48 с лишним было под размещение если не ошибаюсь но тем не менее уже на тот период времени плавал лайнер император немецкий лайнер который был в водоизмещении 52 тысячи то есть тем не так или иначе британик уже не был самым крупным судном мире потому что немцы построили сюда больше роскошнее лучше а дальше там было левиафан и бисмарк еще не линкорн бисмарк среди не путать а гражданский лайнер бисмарк который был длиной 290 с лишним метров был довольно крупными и после того как германия проиграла войну первую мировую да все эти лайнеры были отданы как в качестве контрибуции если не ошибаюсь всем отсюда сюда вну компаниям до судоходных компаниям и британии получается император был отдан компанией кунер лайн дальше левиафан был отдан какой-то американская судоходной компании не помню и пил был пили пили извините спутал да получается второй лайнер класса император вот был называл и назывался изначально фатерлэнд фатерлэнд то есть по-немецки да там свободы как когда уже перешел в руки американцам был назван левиафан а последний лайнер бисмарк самый крупный до был как замена погибшему британику и его перевели переименовали маджестик x и списаны эти были лайнеры в обратном направлении то есть все-таки как и я в первом дымов дыма прохождение рассказывал то что суда были довольно хрупкие и при одном шторме маджестик начала ломать чуть ли не пополам то есть были трещины по всему корпусу в результате чего лайнер списали довольно рано сдали на металлолом насколько помню после вот этих вот проблем лайнер еще использовали как я не знаю как называется ну короче судно для обучения курсантов там его назвали каледони по-моему да итальянского варианта такое название каледони там трубы получается у этого лайнера скари ну там подрезали для того чтобы проходить определенный канал то есть высота труп мешала но уже после того как это судно поиспользовали потом потом возник какой-то пожар и маджестик маджестик окончательно был списан снесен я не знаю разобрали так но здесь вроде мы все с вами посмотрели атмосферы погрузились красота какая да ну и пойдем дальше посмотрим чем еще порадует нас данная игрушка так ну и еще у нас осталось а это получается вариант экстерьера то есть это получается мы можем наблюдать лайнер с высоты птичьего полета есть не ошибаюсь могу ошибаться она самая да 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 ну красота какая ребятушки красота вот это величие как у нас там велосокон говорит насчет новеньких айфонов а я говорю об этом величие лепота лепота ну как видите здесь получается настройка была над мостиком специально вот на для вот этого вот компаса да я пробовал здесь один раз давным-давно еще по моему год назад взлетел до самого чуть ли чуть ли не до облаков чтобы посмотреть как сдалека а прямо с высоты видно данный лайнер довольно высоко но не в этом режиме а когда лайнер уже тонет да вот в этом режиме я смотрел довольно высоко то есть даже выше чем птичий полет но здесь тоже видно вот эту линию пинцеля только я не пойму что вот это за клапана по всей длине судно видите сливные возможно ошибаться красота да британик довольно величественные лайнер но мне кажется вот эти нагромождения шлюпок делает его каким-то миниатюрным визуально вы из-за и шлип палка в том числе кажется довольно миниатюрным но на самом деле британик был гораздо крупнее своих старших братьев во всех аспектах просто смотрим и наслаждаемся я лишнего ничего говорить не буду слишком много рассказал мне кажется надо сделать какую-то специальную я не знаю знаю специальную на рабочий стол сделать запись поставить то есть вот это прохождение вот это на запись потом подрезать и поставить на рабочий стол очень изысканно четко изысканно филигранно лайнер просто захватывает своей грацией даже несмотря на то что это не титаник даже британик но они все идентичные там моя родная играйся играйся заканчивает папа уже заканчивает ну что ж ребятушки я думаю уже можно на этом остановиться в следующий раз уже будем делать прохождение в режиме военного госпиталя думаю там есть на что поглядеть потому что там внутреннее убранство абсолютно по-другому выглядеть потому что здесь мы видели лайнер каким бы он мог бы быть если бы все-таки находился на линии south yampton new york но как война под поднесла свои коррективы да и соответственно лайнер был не настолько изыскан каким бы мог быть конечно если блайнер не затонул он бы мог привить принести вывать starline былую славу которая она утратила с гибели титаника но к сожалению история она жестокая к некоторым моментам ну я думаю на этом все всем спасибо что с нами были в этом прохождении до скорого